Особенности вашего здоровья по знаку зодиака. Хотите узнать, как ваш зодиакальный знак может влиять на ваше здоровье? Обратите внимание на то, что говорят звезды. Исследуйте свои слабые места в организме и проверьте свое самочувствие. Овен, части тела, голова, мозг, лицо. Овны являются энергичными и решительными людьми, которые предпочитают активный образ жизни. Это качество помогает им достигать успеха, но одновременно может привести к проблемам со здоровьем, таким как головные боли, мигрени и даже риск инсульта из-за хронического перенапряжения. Овны часто имеют плотное расписание, оставляющее мало времени на отдых, что приводит к высокому уровню стресса. Телец, части тела, шеи, уши, горло. У людей, родившихся под знаком тельца, часто возникают проблемы с аллергиями и простудами. Они имеют слабое горло и связанные с ним области, что может привести к износу голосовых связок. Для профилактики рекомендуется пить больше теплых травяных чаев, которые помогут укрепить организм и поддерживать здоровье горло. Близнецы, части тела, легкие, плечи, руки. Люди, родившиеся под знаком близнецов, обладают высокой энергичностью в общении, иногда забывая о необходимости умеренности. Избыток коммуникации и повышенная активность могут привести к тревожным расстройствам, бессонницей и другим проблемам психического здоровья, а также к повышенной восприимчивости к простудным заболеваниям. Кроме того, близнецы могут испытывать усталость и лень, если не научатся балансировать свои энергетические уровни с умом и разумом. Рак, части тела, грудь, желудок. Люди, родившиеся под знаком рака, обладают высокой чувствительностью, которая часто сопровождается тревожностью и депрессией. Они также имеют склонность к использованию пищу в качестве способа справляться со стрессом, что может приводить к проблемам с весом и пищеварением. Многие раки страдают от раздражения желудка из-за постоянного беспокойства и переедания. Ляв, части тела, сердце, спина, позвоночник, кровь. Люди, родившиеся под знаком льва, всегда находятся в движении. Они не умеют замедлять темп и имеют очень быстрый обмен веществ. Однако такая высокая скорость может привести к проблемам с сердцем и закупорки артерий, особенно если есть плохие привычки в питании. Чтобы поддерживать свое здоровье, важно делать перерывы и внести изменения в рацион питания. Дева, части тела, брюшная полость, кишечник. Люди, родившиеся под знаком девы, обладают высокой аналитической способностью и часто руководствуются логикой. Однако, из-за своей склонности к чрезмерному размышлению, они подвержены нарушениям питания и могут страдать от синдрома раздраженного кишечника в результате стресса и низкой самооценки. Для поддержания здоровья девам рекомендуется заниматься йогой или осознанными медитациями, чтобы защитить себя от навязчивых мыслей и снять напряжение. Весы, части тела, почки, надпочечники, кожа. Люди, родившиеся под знаком весов, являются защитниками баланса и стремятся к тому, чтобы все вокруг них оставалось в состоянии гармонии. Они могут подвергаться кишечным расстройствам и иметь чувствительную кожу. Чтобы поддерживать свое здоровье, весам рекомендуется поддерживать постоянную гидротацию организму для полного очищения и увлажнения кожи. Скорпион, части тела, мочевой пузырь, прямая кишка, гениталии, яичники, яички. Скорпион руководит репродуктивной системой и его эмоциональное состояние может влиять на здоровье, связанное с половой сферой, кишечником и гормональным балансом. Важно для представителей этого знака быть осмотрительными в отношении возможного развития диабета. Для поддержания хорошего здоровья скорпионам рекомендуется контролировать свои эмоции и устранять темные и негативные инстинкты. Стрелец, части тела, бедра, седалищные нервы, зрение. Стрельцы известны своей радостной и авантюрной натурой, но их активность и беспокойство могут привести к некоторым проблемам со здоровьем. Особое внимание следует уделить зрению и состоянию бедренных суставов. Стрельцы могут быть более подвержены несчастным случаям, поэтому важно быть всегда осторожными и предельно внимательными. Козерог, части тела, кости, колени, зубы, кожа. Суставы. Козероги отличаются любовью к порядку и дисциплине, но могут испытывать стресс и напряжение в мышцах. Они имеют склонность к ослабленным костям и суставам, особенно если им не хватает достаточного количества кальция. Рекомендуется всем козерогам следить за своим рационом и уделять внимание здоровью костей, а также радовать себя массажем, чтобы снять накопившееся напряжение. Водолей, части тела, нижние ноги, лодыжки, кровообращение. Водолей всегда следует своему собственному пути в жизни, но они могут столкнуться с проблемами, связанными с ослабленным кровообращением, а также со ступнями и лодыжками. Возможно, это результат их выраженного индивидуализма. Водолеям рекомендуется не заходить слишком далеко, а регулярно делать перерывы на своем пути. Рыбы, части тела, нервная система, стопы, таламус. Рыбы часто допускают, чтобы их эмоции контролировали их большую часть времени. Это может привести к перенапряжению нервной системы и возникновению психических проблем. Кроме того, данный знак управляет ногами, что может приводить к проблемам в этой области. Рыбам рекомендуется заботиться о своем благополучии и находить здоровые способы выражения своих эмоций. Каждый зодиакальный знак имеет свои особенности и влияние на здоровье. От овна до рыб, каждый знак имеет свои уязвимости и слабые места. Овнам следует обратить внимание на перенапряжение и стресс. Тельцам – на аллергии и простуды, близнецам – на психическое здоровье и усталость. Ракам – на пищеварительные проблемы и тревожность. Львам – на здоровье сердца и артерий. Девам – на пищеварение и самооценку. Весам – на кожу и пищеварение, скорпионом – на репродуктивную систему и эмоциональный контроль, стрельцам – на зрение и суставы. Козерогам – на стресс и кости, водолеям – на кровообращение и ступни, рыбам – на нервную систему и ноги. Важно заботиться о своем здоровье и обращать внимание на особенности своего знака зодиака. Это может включать правильное питание, физическую активность, стресс-управление и профилактические меры для поддержания здоровья. Каждый знак может найти свои собственные способы баланса и благополучия. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.